Американская избирательная кампания Это уже беспрецедентное обвинение, но это еще не все Хилари Клинтон призвала директора ФБР немедленно предать гласности Имеющиеся у них доказательства связи России и Дональда Трампа То есть подразумевается, что у руководства ФБР эти доказательства есть Но оно не хочет их предъявлять американскому электорану Давайте на минуту поверим Хилари Клинтон и сенаторам от Демократической партии Которые намекают, что у Путина завелась целая сеть агентов В американском бизнес-сообществе и силовых структурах Посмотрите, какого прекрасного агента якобы заполучили российские спецслужбы в лице директора ФБР Джеймс Коми, республиканец, бывший заместитель генерального прокурора США Бывший вице-президент корпорации Локхит Мартин Которая занимается сверхсекретными разработками оружия для Пентагона Бывший член Совета директоров влиятельнейшего банка HSBC и директор ФБР, которого лично назначил Барак Обама Если российским спецслужбам действительно удалось завербовать такого американского чиновника То у США есть гораздо более серьезные проблемы, чем его вмешательство в избирательную кампанию Кстати, если штаб Клинтон уже готов бросаться такими обвинениями в адрес высших чинов американских силовых органов Это значит, что ситуация реально критическая Если бы ситуация была под контролем, то они бы подумали о последствиях Например, о том, что такими заявлениями они подрывают доверие рядовых американцев и части американских элит к спецслужбам А это очень плохо для стабильности страны А ведь те, кто поверят в это обвинение, сделанное на полном серьезе, могут задать себе вопрос А чем же Путин смог купить целого директора ФБР, который до работы в ФБР заработал очень много денег в самых богатых и влиятельных транснациональных корпорациях? Может, это какие-то совсем нереальные деньги? А может, тогда Россия не такая слабая, как говорят СМИ? А может, стоит посмотреть, что Россия может предложить конкретному американскому чиновнику или силовику? В общем, штабу Клинтон пора выписать премию за рекламную акцию российских спецслужб Отдельно хочется остановиться на обвинении директора ФБР в том, что он скрывает от общественности некие доказательства связей Трампа и России Давайте подумаем, какие выводы должны сделать из этих обвинений правоверные американские демократы Которые доверяют своим лидерам и своим системным СМИ Вывод первый ЦРУ, АНБ и все остальные американские спецслужбы состоят из лузеров Которые не смогли найти связи между Трампом и Москвой Ведь если бы они эти связи нашли, то они бы их предъявили обществу А так получается, что все зависит от доброй воли агента Путина Который, оказывается, руководит ФБР Это уже национальная катастрофа Вывод второй Все руководство ФБР – это одна большая агентурная сеть Путина Ведь в противном случае американские патриоты из ФБР просто бы слили в СМИ Или передали бы Конгрессу те самые убойные доказательства сотрудничества Трампа и России Это вторая национальная катастрофа Тут бы впору чрезвычайное положение вводить, а не с призывами к совести Джеймса Коми обращаться Но я вот что-то не вижу особой паники в американских СМИ по этому поводу Это значит, что даже самые прожженные сторонники Клинтон понимают, что все эти обвинения – чушь Но тогда напрашивается другой вывод Это значит, что они держат весь американский электорат за идиотов Которым можно бесконечно скармливать любую, даже самую невероятную ложь И они будут в нее верить Это проигрышная позиция Манипулятор может и должен использовать слабые стороны тех, кем он пытается манипулировать Но вот понижать стандарт качества манипуляции нельзя Уверенность в том, что пипл схавает, рано или поздно приведет к тому, что найдется более качественный манипулятор Который привлечет тот самый пипл на свою сторону И вот тогда полыхать будут не комментарии в соцсетях, а покрышки на американских улицах Собственно, именно этого сценария боятся те, кто требует от Трампа уже сейчас признать выборы легитимными Но Трамп отказывается это делать, как бы оставляя за собой возможность вывести людей на улицы Конечно, если в США начнутся беспорядки, то виноватым объявят Путина Но мы будем слишком заняты, чтобы отвечать на эти обвинения Мы будем стоять в очереди за попкорном Субтитры создавал DimaTorzok